Друзья, привет! Рынок продолжает падение. Сегодня мой портфель, кстати, чуть-чуть упал. Ну, как чуть-чуть. Чуть-чуть это просто, я имею ввиду, меньше, чем рынок. Вы можете обратить внимание, что мой портфель обгоняет рынок. Почему? Ну, там, допустим, когда рынок падает, он падает чуть меньше, когда он растет, он растет чуть больше. И вроде бы ерунда. Там полпроцентика, там 0,2%, там еще что-нибудь. Какая там величина. Но по итогу года очень хорошо набегает. Откуда все это? Эхо войны. Откуда все это? Я фиксирую прибыль постоянно. Фиксирую, 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 фиксирую. Даже вот сегодня, вот уже какое затяжное падение, да? А я все равно вот на 2 тысячи дофиксанул. Много это? Нет, немного. Мало это? Да, на падении, знаете, хотя бы и двушечку фиксануть за день. Это вам не ничего и не убытки фиксировать. Я вообще не фиксирую убытки. У меня нет такого, чтобы я фиксировал убытки. Я все позиции в плюс вывожу. И так вот за год хорошо набегает, потихоньку, помаленьку. Конечно, портфель тоже, он дышит вместе с рынком, да? Но он просто быстрее восстанавливается, медленнее падает. И таким образом выгоняет его. Вот такие дела. Ну, давайте к вашим вопросам. Вчера почти не отвечал на ваши вопросы, а сегодня давайте вот отвечу. По больше времени делю ответы на вопросы. Доброго времени суток. Антон, а подскажите, что означает минус перед цифрами в строке кэша? Это значит, что я... Вот портфель, допустим, там миллион, а я купил на миллион сто. Понимаете? То есть я там в плечи не захожу какие-то, но на обвале рынка могу там, ну, чуть-чуть там 5-10% от портфеля чуть-чуть купить на средства брокера. Можно этого не делать. То есть в стратегии активного инвестирования каждый сам все выбирает. Использовать маржиналку на обвале рынка, не использовать. И, соответственно, выбрав эту опцию, определенным образом регулируют кэш. Вот, допустим, в активной 1.0 у людей до сих пор кэш еще есть. А в активной 2.0 уже как бы чуть-чуть там зашли, как кошечка лапка. Ну, сильно тоже не захожу. Ну, очень сложно допустить такое, что там прям сильно можно зайти. Плечи. Я даже в пиратов в плечи не захожу. Плечи, ну, кто-нибудь, кто не знает, это, допустим, там 1 к 1 минутам или 1 к 2. Нет такого. Чуть-чуть, совсем как кошечка лапка водичку трогает. И то это не обязательно. Ну, просто, ну, чем я идти. Грубо говоря, там, я же примерно, ну, прекрасно понимаю, что я делаю, там, плачу 20%, грубо говоря, там, с этих 100 тысяч, да, за год. А могу сделать, там, 5% за неделю. Ну, это не нужно. Новичкам совсем этого не нужно. Вообще туда лезть. Даже, даже на счет нельзя. Нельзя. Только под присмотром профессионалов. А я профессионал в этой, в этой теме. Ну, опять же, повторюсь, это не обязательно. Можно и без этого. Просто заранее тогда, ну, регулируешь кэш. Ну, как вот в активной 1-0. Я говорю, вот, вопрос сейчас делаю у людей, у кого сколько кэша. У всех кэш есть. Так, следующий вопрос. Антон, как ты считаешь, есть ли смысл подождать с покупкой квартиры? Собирали деньги, пришло время покупать, а цены растут, не угонишься. Будет ли хоть небольшое падение цен? Как считаешь? Спасибо. Я считаю, что не нужно гадать, а нужно поработать с распределением капитала, с правилом распределения капитала. Для меня, допустим, нет такого, когда покупать квартиру. Когда перекос будет, допустим, по фонде, по отношению к недвижке, тогда и буду покупать. Соответственно, фонда выросла, недвижка упала. Либо фонда выросла сильнее, чем недвижка. Если будет перекос по недостаток по фонде, значит, буду фонду покупать. Ну, по определенной схеме. У каждого своя. Кто-то на фонду 10% выделяет, кто-то 30%. На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Опять же, снимаете вы или у вас своя. Если вы снимаете и платите, грубо говоря, 30-ку за съем, какая вам разница за ипотеку платить или за съем? Ну, это человека надо смотреть. Вообще ситуацию в общем. Я разбираю тоже. Делаю. Как есть структура капитала, есть стратегия инвестирования. На фондовом рынке структура портфеля и различные правила. Так есть и структура, и различные правила, алгоритмы действий. В общем, в общей финансовой стратегии. Сядьте, да посчитайте, какая у вас стратегия общая. Смотреть надо личную ситуацию, так это слишком неоднозначно. Следующий вопрос. Я не могу найти тебя в Тинькове или где ты торгуешь? А где ты меня ищешь в Тинькове? А если ты меня ищешь в Пульсе, в Пульсе меня нет. Я предпочитаю вести блог в своем канале, на YouTube, в Telegram. А портфель у меня есть в Тинькове. У меня портфель есть в Альфе, в Сберии, в ВТБ. Почему у вас канал называется пиратским? Что это означает? Канал называется Путь в Анталы на YouTube и в Антала в Telegram. Пиратский это у меня есть стратегия инвестирования торговая. Мы ее называем пиратской. Ну потому что туда идут уже люди, которые как-то тертые калачи, так сказать. Которые не боятся там обвалов, не боятся покупать много. Поэтому, ну тоже, в смысле много. Много относительно, допустим, активного 1.0 или недолгосрочного. Там своя такая агрессивная стратегия. Поэтому, ну, как бы, такое отсылка к пиратам. Типа агрессивно, на абордаж, рубим бабло и так далее. Поэтому назвал эту стратегию пиратской. А сейчас я освещаю в этом году активную 2.0. Вот. Может быть, в следующем году пиратскую буду освещать, не знаю. Следующий вопрос. Добрый день. Подскажите по поводу Русолова. Стоит ли брать? Ну, смотря какова стратегия. Русолова входит в допы. В допах она крепко сидит. То есть, допустим, там, Кубышев Азот, Солерс. Это прям конкретность. Там самые сильные у меня допы, да. Но слабые по отношению к кире. И в ВР они не проходят. Ну, это второй список. Русолова такой середнячок в допах. То есть, я беру его иногда на краткосрок, средний срок. Ну, скорее на краткосрок. Но просто интересен он на средний срок. Поймите, я спекулирую даже в пиратском портфеле теми компаниями, которые интересны в средний срок. Нельзя покупать ту компанию, которая вообще не имеет под собой крепкого фундамента и определенных точек роста. Потому что, когда рынок валится, такие компании слабенькие, они валятся очень сильно. Поэтому неизвестно, вы покупаете и неизвестно, сколько вы там дней просидите, сколько вы с ней проработаете. А чтобы у вас уверенно работать с позицией, нужно быть уверенным в компании. Что значит уверенно? Уверенно это тоже процент вероятности событий. В чем-то вы уверены больше, в чем-то меньше. А на чем основывается уверенность? На точках роста, на фундаментальных показателях, на долговой нагрузке и так далее и тому подобное. По всем этим параметрам, Русолову в первый список не входит. Во втором списке она занимает середнячок. Следующий вопрос. Ну и, кстати, там хорошая точка роста по новым соглашениям, которые были подписаны на ВЭФ. По комбинату металлургическому, по ОЛОВу. И разработке некоторых месторождений. На Дальнем Востоке. Следующий вопрос. Добрый день. Газпром интересует. Что будет с ним в ближайшие месяцы и в перспективе? По вашему экспертному мнению. Вот, кстати, вот сразу отвечу на вопрос. Допустим, Антон, типа, подскажите, какая-то компания меня интересует на следующей неделе или на месяц. Друзья мои, особенно, кто говорит про теханализ, ну это вообще смешно. Какая разница? Насколько интересно, ну нет такого, что компания интересна на следующую неделю или на месяц. Поймите, когда рынок валится, все валится. Когда рынок растет, все растет. Просто какие-то компании на росте рынка растут быстрее. Какие-то на обвале рынка падают медленнее. Какие-то восстанавливаются быстрее. Нельзя просто скупать тупо все, что упало и то, что упало больше всего. Есть компании, которые упали в два раза, еще в два раза могут сложиться. А есть компании, которые упали на 3% и могут выстрелить на 30%. Понимаете? Поэтому, ну, подход должен быть такой, что вам компания интересна должна быть в долгую. А потенциал роста должен быть сформирован в среднесрочной и краскосрочной перспективе, когда вы покупаете. Вот, по Газпрому, ну, на мой взгляд, очень хорошие перспективы. Очень хорошие перспективы. Особенно, ну, вот, ввод новых мощностей. Вот, допустим, Амурский газоперерабатывающий завод. Там уже запускаются некоторые мощности. А это гелий, а гелий, спрос на гелий растет. А там такие объемы, что могут вообще там очень существенную долю мирового спроса на гелий выполнить. И вообще по Газпрому очень много точек роста. И в связи с новыми маршрутами, и в связи с новыми производствами, новыми мощностями, новыми заводами. А что же он, типа, не растет? Ну, напугали рынок, что он отменил дивиденды, потом возобновил, потом отменил. Плюс Европу потеряли очень сильно. Ну и что? Ну и что? Ну, конечно, я не покупаю там много Газпрома. Я на нем зарабатываю. Время когда-то покупаю, когда-то продаю. Вот. Но в долгую интересен. Но опять же, тоже надо смотреть. Ты в долгую выбрал компанию. Все равно надо за ней смотреть. Мало ли что. Ну, реально. Вот купил и забыл. Но это не в наше время. В наше время купил, забыл, открыл терминал, а компания с биржи ушла. Ха-ха-ха-ха. Как детский мир собирается вот. Ну и что? Нормально тебе? Купил, забыл. Или как Петропавловск. Или как, не знаю, там, ОВК, допустим, сделала бешеную доп. эмиссию. Ну, кстати, вопрос. Антон, добрый день. А что с ТМК? Как с вагонами будет? Почему? Ну, у ТМК доп. эмиссия, они планируют полтора процента. А вагоны сделали просто там огромные. Даже я не видел такой колоссальной доп. эмиссии в нашем рынке. Я про ВТБ все время говорю. О, это доп. эмиссия. О, Аэрофлот доп. эмиссия. Я их, конечно, все. Я их в черный список закрыл. И они там еле-еле даже, ну, не в черный список, в третий список. Это прям, ну, такой, на грани шлака. А почему? Не потому что компания плохая. Потому что какая разница, как компания развивается. Если ее доп. эмиссия печатается быстрее, чем развивается компания. Допустим, пусть она хоть сто раз будет крутой компанией. Но если у нее доп. эмиссия больше в динамике, чем прирост ее показателей, тогда, ну, какая у меня разница, что она развивается. Поэтому, ну, не сравните ТМК и вагоны. Какая у вагонов доп. эмиссия объявлена? Там сколько там миллиардов акций? 12, а всего там 100 с чем-то миллионов акций. Ну, вы умножьте, что это за процент. А у ТМК всего полтора процента они планируют. Это вообще ерунда. Палили на полтора процента, палили акции. Ну, это что там, палили тоже на 3 процента. Ерунда. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, точку входа в ДВМП. ДВМП я уже хорошо взял. В очередной раз, конечно. Опять же, надо все там где-то выходить, где-то заходить. Но вот в очередной раз я взял ее в пираты и в активной 2.0. Но в активной... Ой, в долгосрочном нет. Давно уже. Я же не продаю ничего. Следующий вопрос. Антон, на память, пожалуйста, на ОАК и Иркут зарабатываете? Что вообще о них думаете? Благодарю. Ну, вот у них тоже, видите, компания хорошая в плане перспектив. И деньги даже выделяются. Но что они будут делать? Если они сделают опять тоже допомиссию, то какая разница? Они могут сделать допомиссию. Такая, знаете, вот говорят, национализация, типа, ну, акции, национализация, акции. Ну, люди где-то услышали звон и повторяют. Но на самом деле, я вам объясню, о чем вообще речь идет. О том, это такая мягкая национализация. Взять какую-нибудь компанию, напечатать кучу акций и скупить, типа, государством. Для компании хорошо, для государства хорошо, для миноритариев, обычных физиков плохо. Там тоже такое может быть. Не говорю, что будет, но что-то... Я не стал бы много брать. Но я... Они в допах. Они крепкие допы, да. Пока не будет по ним хорошей, сильной допомиссии, я их держу в допах. Допомиссия – это бич нашего рынка. Бич просто. Ну, кто-то говорит, надо регулировать то, надо регулировать то. Регуляторы. А что же вы не регулируете правила? Ну, как так-то? Человек купил акции, да, инвестировал, купил долю. Ему взяли, размыли эту долю в несколько раз. Это ничего? Это можно? То есть, на физиков куча всяких ограничений, а на эмитентов, ну, ладно. Ну, это, конечно, беспредел. Ну, а мы что можем делать? Мы можем просто не брать такие компании, которые печатают свои акции очень сильно и размывают долю обычных акционеров. Есть, наоборот, компании, которые гасят акции. Вот недавно там, сегодня вышла новость по Куйбушу Фазоту, да. То есть, они наоборот делают. Норникель так делает, МТС так делает. Вот такие компании надо, которые такую политику проводят. А раз у нас с регулировкой плохо очень по отношению к эмитентам, ну, тогда сами уже принимаем решение, что если компания, ну, я лично, компания так сильно печатает акции, да иди ты продавай свои акции, там, Вася и Петя. Какими-нибудь. Добрый вечер, Антон. Что вы думаете по Алросе в связи с последними новостями при остановке продаж алмазов? А недавно же я писал по Алросе, когда я ее брал. Я ее брал и взял ее чисто для диверсификации. Там кто-то пишет, Ора, она взяла Алросу, по ней там какие-то проблемы. Да я взял-то ее совсем чуть-чуть. Вообще, вообще там, копирюшечку для диверсификации, чтобы если вдруг она там еще сильно пойдет вниз, там, уже тогда уже возьму нормально. А так я все описывал, почему она есть в портфеле, ну, потому что у нее сейчас определенные точки роста по другим направлениям. Ну, понимаете, у Алроса есть еще и другие направления. Вот, она прорабатывает. Ну, тоже связано с добычей полезных ископаемых. А по алмазе дела плохи. Ну, не прям критично, но так себе. Я бы не стал много ее брать и там на большую сумму. Ничего я не делаю. Ладно, друзья, уже много, большое видео получается. Постарался на много вопросов ответить. На кому не ответил, вы просто продублируйте еще раз. Доберусь. Я не всегда там сразу добираюсь, но я не могу сидеть там несколько часов пищать. Мне надо рынок считать, заниматься делами. Стараюсь каждый день. Ну, если вдруг не вышел видео на YouTube, то ссылка на Telegram в описании есть. Там я, ну, прям, реально каждый рабочий день выкладываю, не забываю. Ну, потому что я так-то тоже не забываю, просто не всегда добираюсь. Ну, все. Всего хорошего. Задавайте вопросы в комментариях, получайте ответы, я на них рад ответить. Всем пока.